Ну вот и настала пора поговорить, выйти на связь с людьми творческими, с людьми искусства. И сегодня с нами на прямой связи будут Елена и Константин Яни. Заслуженные артисты Республики Крым. Здравствуйте! Доброе утро! Доброе утро! Елена, Константин, расскажите, пожалуйста, вы оба творческие личности. Как же в одном помещении уживаются два творческих человека? Как не мешать друг другу заниматься искусством? Нет, ну вы знаете, мы в принципе уживаться друг с другом в этом плане привыкли, хотя бы по той простой причине, что мы много лет, уже почти 17-18 лет работаем в одном коллективе. Но здесь еще у нас дома двое детей, которые тоже не менее творческие личности. И вот здесь периодически случаются определенные конфликты. Да, приходится овладевать новым видом искусства. Вот занимаемся чтением, поэзией. И, например, мне очень сейчас хочется прочитать. Ну это, кстати, я добавлю, это в связи с тем, что, ну как бы, когда все куда-то ходят, все легче. А сейчас нужно, чтобы детей чем-то накормить, да, убедить их, что это вкусно и что они это хотят. Приходится, ну, изгаляться по-разному. Да, любая мамочка меня поймет. Допустим, Сергей Михалков написал такое стихотворение. Юля плохо кушает, никого не слушает. Съешь яичко, Юлечка. Не хочу, мамулечка. Съешь с колбаской бутерброд. Прикрывает Юля рот. Супик? Нет. Котлетку? Нет. Стынет Юлечкин обед. Что с тобой, Юлечка? Ничего, мамулечка. Сделай, внученька, глоточек. Проглоти еще кусочек. Пожалей нас, Юлечка. Не могу, бабулечка. Мама с бабушкой в слезах. Тает Юля на глазах. Появился детский врач Глеб Сергеевич Пугач. Смотрит строго и сердито. Нет у Юли аппетита. Только вижу, что она, безусловно, не больна. А тебе, скажу, девица, все едят. И зверь, и птица. Отзайчат и докотят. Все на свете есть хотят. Попрощался с Юлей врач Глеб Сергеевич Пугач. И сказала громко Юля. Накорми меня, мамуля! Потрясающе, браво! Елена, ну действует на ваших детей такое заклинание стихотворения? Или все-таки приходится придумывать еще что-то более изощренное? На самом деле, я поняла, что камень точит. И вот мы уже много дней читаем стихотворения. И им интересно с каждым днем. Мы можем все делать дольше и дольше. Я смотрю, что им так это все любопытно. И спать уже некогда. Ну, когда они пытаются поесть, история пока что та же. Кормим всех и собачек, и кошек, и тарелки, и книжки. Все, идет в ход. Ну, вы знаете, зато лично для меня эта возможность самоизоляции давала то, что я лучше узнал свою семью, а главное, своих детей. Потому что так работа занимает много времени. Кажется, теперь мы чуть-чуть получше ваших детей узнали. И, честно говоря, в какой-то мере это тоже большое-большое счастье. Да, это большое счастье. Действительно, момент остановиться и оглянуться на самое главное, уделить этому время. Так что в этом есть много плюсов. Это прекрасно. А кто у вас появился в кадре? Это вот младший Николай Константинович. Николай Константинович. Здесь все старшее, да. Вот тоже. Я вот, вы знаете, по глазам вашего ребенка вижу, что очень уж хочется ему услышать песню. Потому как мы знаем, вы прекрасно поете. Нам, кстати, солить тоже хотелось бы. Вы правы. Вот как раз именно в период самоизоляции есть еще и время немножечко обновить репертуар и попеть. Вот я сейчас, допустим, учу Муслима Магомаева, скажем так, вечного классика эстрады. Сейчас попробую, правда, без минусовки, АКПЛ, но уж простите, как получится. Благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла, оттаяла. За шепот и за крик, за вечность и за миг, за отгоревшую зарю. За смех и за печаль, за тихое прощай, за все тебя благодарю. Ну и так далее. Браво. И мы вас благодарим за все, за все. Спасибо большое. И за интересный стих, и за красивую такую песню. Вам желаем нескучной самоизоляции, продуктивной, хорошего дня. Нашим телезрителям напоминаем, что в гостях у нас были, в гостях дистанционно. У нас были Елена и Константин Яни, заслуженные артисты Республики Крым. Будьте здоровы.